Добрый день, меня зовут Артем Диев, я руководитель аналитического департамента компании Amarkets. И так уж получилось, что именно я сегодня перенял эстафету у своих коллег и, собственно, буду отвечать на ваши вопросы в формате данной конференции. Предлагаю, наверное, не томить, сразу переходите к ним. И первый вопрос на аналитическую тему. Что произошло с Китаем и можно ли было предугадать недавнее падение фондового рынка? Мне кажется, что с Китаем, наверное, произошло именно то, что должно было случиться. Если посмотреть на актуальный новостной фон, опять же, макроэкономическую статистику в последнее время и темпы экономического роста Китая, можно сказать, что экономика Поднебесной испытывает сейчас не самые лучшие времена. До 2010 года ВВП Китая в течение практически 30 с лишним лет рос в среднем более чем на 10%. Кстати, пик роста пришелся на 2007 год, когда темпы ВВП достигли 14,2%. Но после этого последовал спад, который продолжается по текущий момент, в частности, в 2014 году темпы экономического роста достигли минимального уровня за последние, наверное, 25 или 26 лет. 7,4%. Причины. Избыток инвестиций, который привел к катастрофическому переизбытку мощностей как в сфере производства, так и на рынке недвижимости. Стремительный рост уровня государственного долга. Снижение спроса на китайский экспорт из-за медленного развития мировой экономики. Из-за падения конкурентоспособности китайских товаров. Все это вкупе оказало весьма негативное влияние на позиции, разумеется, китайской экономики. И в целом вылилось именно в те цифры по экономическому спаду, которые мы наблюдали в последнее время. И эти проблемы на самом деле сохраняются и продолжаются. Актуальная статистика. Второй квартал 2015 года. И что мы наблюдаем сейчас по темпам экономического роста? 7%. То есть фактически отчет оказался гораздо хуже прогнозного значения. И я думаю, что это еще не предел в негативах, которые мы сможем наблюдать до конца этого года. В качестве, наверное, ключевых проблем, которые сейчас характерны для экономики Поднебесной, стоит отметить катастрофический рост кредитов, которые существенно обгоняют темпы ВВП. В частности, кредиты растут примерно на 20% в год. При этом мы видим то, что экономика в целом в лучшем случае покажет 7 с небольшим процентом прироста. Если рассуждать с логической точки зрения, получается, что если растут процессы кредитований, значит дополнительные ликвидности деньги должны вкладываться в промышленный сектор, разумеется, идти на стимулирование развития каких-то инвестиционных проектов и тем самым, опять же, поддерживать темпы экономического роста. Но это не происходит. Мы видим то, что кредиты растут, а экономика параллельно с этим начинает по-прежнему, точнее, продолжает ослабеть, обрисовывая все более и более мрачные перспективы. Значит, вывод напрашивается сам собой. Те деньги, которые участвуют в экономике через процессы кредитования, они расходуются, мягко говоря, неэффективно. И вместо того, чтобы, опять же, поддерживать экономику, идут, скорее всего, для латания прежних дыр, которые образовались ранее в оборотном капитале. Другой проблемой, может быть, даже еще более выраженной, является рынок недвижимости. За последний год объемы строительства новых домов снизились, наверное, процентов на 25-30. Продажи на вторичке просели процентов на 15-20. И получается, что если деньги не идут в недвижимость, значит, огромное количество ликвидности аккумулируется на рынке. И эту денежную массу нужно куда-то девать. Так медленно, но верно, средства стали уходить в национальный фондовый рынок. И в целом, если мы сейчас посмотрим на ключевые параметры, которые характеризуют китайскую фондовую секцию, то статистика будет голословной. Если несколько лет назад средний дневной оборот китайской фондовой секции составлял 200 миллиардов юаней в день, то сейчас притоком как раз вот этих инвестиций и ликвидности средний дневной оборот вырос до 2 триллионов юаней. Это показательный, кстати, фактор. Другой, не менее интересный параметр связан с тем, что количество новых счетов, которые открываются за неделю, увеличилось по сравнению, наверное, с 7-8 годом примерно в 15 раз. И понятное дело, что с учетом такой логики мы стали свидетелями, что именно китайцы спровоцировали самый настоящий финансовый пузырь в рамках своего национального фондового рынка. И логическим завершением, разумеется, этого пузыря стала его схлопованность, что мы наблюдали несколько недель назад. Но при всей даже негативной динамике, я считаю то, что худшие времена, может быть, еще не позади. А значит, если динамика повторится, мы сможем увидеть второй раунд коллапса в финансовых и фондовых рынках, что в целом цепную реакцию прокатится, наверное, по всему мировому рынку. Поэтому к негативным, наверное, трендам все-таки еще стоит готовиться. Но исходя из того, что я не совсем пессимист касательно фундаментальных данных, я все-таки обозначаю, что риски есть, но и надежды на оптимистичный исход, и связанный с тем, что все-таки Китай сможет найти основания и выкармливаться с того дна, такой сценарий тоже все-таки присутствует на рынке. Поэтому события в Китае были все-таки ожидаемыми. Конечно же, определить конкретную дату, когда мог просыпаться фондовый рынок, было очень проблематично. Но в целом такая вероятность присутствовала уже, наверное, около года. Другой вопрос. Какие перспективы у евро-доллара на ближайший год-полтора? Хочу встать в долгосрочный селл, но пока все никак не решаюсь. Ну, в принципе, на свой вопрос вы ответили. Если думаете, что перспективы исключительно коррекционные и возможность села, это на самом деле фундаментально обоснованный и, мне кажется, абсолютно оправданный трейд, который сейчас можно провести по паре евро-доллар. С чем это связано? Это связано с тем, что экономика валютного блока сейчас явно переживает не самые лучшие времена, собственно, как и Китай. Хотя эти риски характерны, наверное, для всей мировой экономики в целом. Мы знаем то, что в начале 2015 года еврозона ЕЦБ был вынужден пойти на беспрецедентные меры экономического стимулирования. Запустил программу «Количество смягчения» на сумму в 60 миллиардов евро, которая продолжается по сей день и будет длиться как минимум до сентября 2016 года. Но судя по тому, что ключевая проблема, для решения которой была запущена эта программа, еще не разрешена, то есть по-прежнему в стране присутствуют риски низкой инфляции, даже движение этого показателя в дефляционную пропасть. Я думаю, что, разумеется, ЕЦБ будет дальше действовать на опережение, по-прежнему останется проактивным и гибким мегарегулятором. И чтобы решить этот вопрос, соответственно, простимулировать дополнительную поддержку для индекса потребительских цен, разумеется, пойдет на дополнительные меры экономического стимулирования и, может быть, расширит ассортимент покупаемых облигаций со стороны еврозоны. Ну или, по крайней мере, продлит сроки действия программы «Количество смягчения» за сентябрь 2016 года. То есть как раз перспектива год-полтора. Мы сейчас как раз ожидаем эти новые меры экономического стимулирования. И если они будут анонсированы в самое ближайшее время, вероятность очень высока, потому что представители ЕЦБ явно делали ставку на то, что без этих мер экономика уже не справляется. И, быть может, мы сможем услышать о них уже в перспективе, наверное, самого ближайшего времени. Поэтому для главного валютного риска есть серьезная предпосылка национального характера для того, чтобы продолжить терять драгоценные пункты против основных конкурентов, прежде всего, американского доллара. И главная причина – это, конечно же, низкие показатели по инфляции и программы количества смягчения, которые будут направлены на решение этого вопроса. И, с другой стороны, не стоит забывать о том, что конкурентом евро выступает, конечно же, американская валюта. Поэтому, если сравнивать даже контраст монетарных режимов, это, соответственно, ожидание доп. стимула со стороны еврозоны и ожидание повышения процентной ставки, то есть уже не смягчения экономической политики, а ужесточения экономического режима со стороны США. Это расхождение будет создавать очень неплохие предпосылки для роста спреда доходности между немецкими облигациями и, соответственно, американскими трежерисами. В фаворе будут, конечно же, американские бумаги. Поэтому дополнительный приток инвестиций в расположение этих активов, активов, которые номинированы в долларах, разумеется, будет приводить к росту и обменного курса американской валюты. Поэтому на евро будет оказан еще соответствующий прессинг и со стороны уже американского конкурента. И я думаю, что этот прессинг также будет существенным, потому что мы уже вплотную подошли как раз к возможному анонсу мер, связанных с повышением как о срочных процентных ставок. Быть может, это произойдет уже в этот четверг, когда будут подведены итоги двухдневного заседания ФРС и, соответственно, обновлена процентная ставка. Следующий вопрос. Зачем ФРС повышать ставки? Дело в том, что американский мегарегулятор сейчас, наверное, как никогда нуждается в дополнительном источнике финансирования и ликвидности. Наверное, нуждается в нем как в воздухе, потому что деньги нужны, и они нужны для обеспечения прежних темпов экономического роста, восстановления, для поддержки ключевых секторов и, конечно же, для укрепления национальной валюты. Поэтому сейчас ФРС должен решать одну из краеугольных проблем, и эта проблема связана с привлечением как раз иностранного капитала на американские рынки. Только приток новых средств может вернуть статус доллара как резервной валюты. Поэтому все, что нужно сделать американскому мегарегулятору сейчас, это создать соответствующие условия, которые получат привлекательность именно иностранного капитала, вкладывать средства именно в американские активы. Но для этого нужно спровоцировать панику на финансовых рынках, сделать так, чтобы фондовая секция серьезно опросела, чтобы трейдеры снова стали держаться за голову и задавать вопрос, ну куда же нести деньги. И, разумеется, на этом фоне ФРС покажет свои доходные американские облигации. Трежесть и скажет то, что вот, это актив, который традиционно является безопасным активом, одним из самых надежных инструментов, которые присутствуют на финансовых рынках, и помимо сохранения своих средств, располагаясь в этом активе, еще можно надеяться на соответствующий прирост по доходности. Поэтому, повышая процентную ставку, ФРС, по сути, сразу убивает двух зайцев одним выстрелом. Это паника на финансовых рынках, развивающиеся площадки сразу же рушатся, и параллельно с повышением процентной ставки начинает расти абсолютно логичная доходность американских облигаций. Поэтому здесь создаются условия для оттока капитала с международных рынков, притока в расположение американских активов и, соответственно, усиления позиций доллара и решения тех проблем, которые хочет на текущий момент разрешить американский мегарегулятор. Как только дополнительные инвестиции падут в расположение активов на минированных долларах, будут расти обменные курсы, и доллар снова сможет вернуть статус, точнее, сменить вот этот легкий налет скепсиса касательно того, что доллар – это исключительно зеленые бумажки, которые ничего не стоят. Но вследствие подобных инструментов мы снова искуем заговорить о американской валюте как о полноценной международной резервной единице, которая характеризуется достаточно стабильностью и мощнейшей экономикой, которая представлена, в принципе, в мире. Поэтому оснований для повышения процентной ставки у ФРС достаточно. Единственный вопрос касательно сроков того, когда же это ожидать. Но я считаю то, что, учитывая объективный прогресс, сроки уже подошли. Прогресс на рынке труда, на рынке недвижимости. Ну, можно даже говорить то, что и проблема с инфляцией уже практически решена. В перспективе, хорошо, нескольких лет, но основания для роста индекса потребительских цен также присутствуют. И мы знаем то, что представители Федеральной резервной системы не будут отталкиваться только исключительно от показателя по инфляции. Поэтому ФРС, в принципе, может анонсировать это решение уже в этот четверг, а американская экономика уже неоднократно сигнализировала о том, что готова услышать об этом решении. Следующий вопрос. Почему Центральный банк не поддерживает рубль и отпустил его в свободное плавание? Что касается свободного плавания рубля, я считаю то, что Центральный банк России принял абсолютно оправданное, экономически обоскованное и верное решение с учетом той экономической реальности, в которой оказалась российская экономика. Вспомните начало 2014 года, когда цены на нефть действительно стали серьезно валиться и сдулись практически вдвое с уровня выше 100 долларов за баррель. Можно говорить также об актуальных котировках, где сейчас находится бренд. Это 47 с небольшим. Как только цены на нефть серьезно просили, под угрозой оказался, скажем, российский бюджет, его достаточность и, соответственно, стабильность вообще всей бюджетной конструкции. Параллельно стремительно стала девальвироваться национальная валюта. И Центральный банк, исполняя свои ключевые функции, разумеется, обязан поддерживать курс национальной валюты на стабильном уровне. Для того, чтобы делать это, ему приходилось расходовать золото валюты резервы, которых было свыше 500 миллиардов на начало 2014 года. Ну, примерно столько. Поскольку курс российской валюты постоянно валился, ЦБ вбухил в экономику колоссальный, много миллиардов собственных резервов. Мы видели то, что эти попытки были как раз направлены на то, чтобы поддержать курс российской валюты и остановить этот девальвационный прессинг. Так, медленно, но верно, в рамках всего 2014 года российский мегарегулятор раздал, по сути, на рынке практически 30% своих резервов. Больше 150 миллиардов долларов. Но в целом я не скажу то, что эти меры оказали серьезную поддержку российской валюты. Нет. Рубль так сохранял серьезные предпосылки для девальвации, так и по-прежнему их, точнее, по-прежнему продолжил их испытывать. И Центральный банк, наверное, руководствуясь, опять же, международной практикой, принял решение, что лучше не повторять, скажем, судьбу аргентинского мегарегулятора, когда для сдерживания ослабления курса валюты были зарасходны практически все резервы, точнее, все резервы. Но в целом это ни к чему не привело. И Центральный банк России решил сохранить то, что осталось, и сделать ставку именно на емкости валютных резервов, а не стабильности курса национальной валюты. Поэтому отправил российские активы в свободное плавание и создал условия, вследствие которых курс на рубль теперь формируется под воздействием исключительно рыночных факторов спроса и предложений. Также стоит отметить, что, наверное, позитивных решений и следствий данного решения было достаточно много. И в целом стоит отметить повышение стабильности финансовой системы, стоит отметить также снижение темпов расходования золотовалютных резервов. Действительно, создались условия для обеспечения большей гибкости и устойчивости курса образования в условиях перехода к инфекционному таргетированию. Мы видим то, что удалось оказать соответствующее давление на спекулянтов, которые формировали стратегии на рынке, зная то, что в рамках операционного интервала АЦБ непременно будет выходить на рынок и проводить валютные интервенции на границах этого интервала. И Центральный банк просто упразднил этот механизм, который действовал с 2005 года и, соответственно, поставил крест на той спекулятивной атаке, которая была оказана со стороны тех трейдеров, которые и создавали, может быть, даже еще больший прессинг на позиции российской валюты. Что касается второй части вопроса, почему Центральный банк не поддерживает рубль на текущий момент. Дело в том, что у Центрального банка не так уж и много инструментов для того, чтобы повлиять на текущую ситуацию. Хотя они, конечно же, присутствуют, но их задействование может привести к очень неприятным последствиям. В частности, стоит ли проводить Центральному банку сейчас интервенции? Я думаю, что даже если и Центральный банк начал бы это делать, резервов очень мало, по сути, для масштабов рынка. Это ничтожная цифра. И вряд ли ЦБ смог показать какое-то существенное влияние на текущую ценовую динамику и тенденции, которые характерны для российского валютного рынка. Другой вариант, предполагающий то, что, может быть, Центральному банку стоит манипулировать процентными ставками, кстати, повысить процентную ставку. Если Центральный банк повысит процентную ставку, значит, можно будет смело ставить крест на таком понятии, как рост процесса кредитования, потребительская активность, развитие промышленного сектора и сферы услуг. Если крест поставить на этих составляющих ВВП, значит, можно осознать условия еще большего усугубления общего показателя по темпам экономического роста и спровоцировать еще больший экономический спад, который при реализации этого сценария может оказаться даже выше 7% по рецессии. Разумеется, также допускать и этот сценарий попросту невозможно. Хотя, будь моя воля, скажем так, я бы, наверное, сейчас активно манипулировал со ставками и валютного, и рублевого РИПО. В частности, это один из самых действенных инструментов, который, на мой взгляд, сейчас имеется в арсенале ЦБ. Если сейчас, к примеру, поставить цель укрепить позиции национальной валюты, то можно добиться реализации этой цели, если снизить ставки валютного кредитования в рамках операции такого же валютного РИПО. Если ставки будут снижены, значит, создадутся условия для активизации операции кейритрейта, когда деньги будут, соответственно, заниматься под низкую процентную ставку валюты, точнее, после этого конвертироваться в рубли, и рубли уже вкладываться в российские облигации с высокими процентными ставками. Разумеется, приток инвестиций и рублевой ликвидности в российские облигации будет выступать причиной повышенного спроса и на рублевую ликвидность. Поэтому курс рубля начнет параллельно расти, в принципе, даже несколько месяцев назад, около 6-7 месяцев назад. У нас были уже подобные прецеденты в рамках действия российского мегарегулятора, и мы видели то, что, в принципе, курс пары USDRAP смог снова двинуть в район 50 рублей против доллара. Я считаю то, что операция кейритрейта приложила для этого, может быть, даже одной из самых значимых усилий. Ну и что касается, скажем, рублевой ликвидности касательно РИПО. Я считаю то, что если сужать сейчас как раз лимиты для банков, то это также может оказать позитивный вклад в динамику курса рубля. Но вопрос главный заключается в том, нужно сейчас делать это. Поскольку сохранят серьезные риски для позиции черного золота, мы видим то, что действительно при реализации самых мрачных сценарий нефть может просесть даже в район, может быть, 45 или даже еще ниже долларов за баррель, и соответствующее влияние будет оказано, разумеется, и на позиции российской валюты. Поэтому единственная возможность, наверное, сейчас хоть как-то остановить катастрофические потери в рамках российского бюджета, это проводить такую же политику параллельного девальвирования курса синхрона с ослаблением ценовых позиций черного золота. До тех пор, пока эта корреляция будет сохраняться, я считаю то, что Центральный банк, скорее всего, продолжит оставаться в стороне, не задействуя и не предпринимая никаких усилий. Но есть, конечно же, скажем, такой набастной фактор ожиданий излишнего, может быть, чрезмерного оптимизма, связанного с тем, что надеяться сейчас нужно на восстановление цен на энергоресурсы, но и, может быть, на то, что слабая валюта станет причиной повышения конкурентоспособности национальных производителей, и, соответственно, промышленный сектор России сможет вытащить всю российскую экономику. Это, скажем, закроем этот вопрос на такой позитивной ноте. Идем дальше. Какие перспективы у биткоина? В последнее время он только падал. Может ли это быть затишим перед предстоящей бурей? Может самое время его купить? Вы знаете, биткоином я стал интересоваться еще в студенчестве. Будучи, скажем, проактивным студентом, разумеется, искал всевозможные инструменты для потенциального заработка, занимался даже майнингом этих активов. Можно сказать то, что в какое-то время меня смело можно было отнести к собственникам биткоинов. Сейчас это не так. Я считаю то, что единственный фактор, который может повысить интересы сейчас в отношении биткоина, это приток новых инвесторов, приток ликвидности капитала и инвестиций в расположении криптовалют. Но сделать это возможно только в случае активной популяризации биткоина среди более широких слоев населения. Я думаю, что ставку даже лучше делать на развивающейся рынке, потому что одним из характеристик качества биткоина являются его защитные свойства. Даже биткоин очень часто сравнивают с золотым активом. Но на развитых рынках, разумеется, эта тема не прокатит, потому что большинство регионов сейчас страдают от низкой инфляции и зачем хеджироваться от риска, точнее от тех опасений, которых на рынке не присутствует. Вот что касается развивающихся площадок, то здесь ситуация другая, стоит обратить внимание хотя бы на российский рынок. Последние актуальные показатели по инфляции уже сигнализируют о том, что индекс потребительских цен двигается к уровню в 16%. Может быть, идеи, связанные с защитой от инфляции через биткоины, можно неплохо продать на территории российского рынка. Но я думаю, что вряд ли это произойдет в самое ближайшее время, потому что не стоит забывать о том, что биткоин это еще и, скажем, актив, который сочетает много негативных, точнее даже отрицательных моментов. Во-первых, несмотря на то, что биткоин один, как таковой, именно биткоин, а криптовалют много, а вот биткоин сам по себе представлен только в одной формации. Нужно понимать то, что это не уникальная валюта. И если появится таких же стоящих еще десяток, может быть даже сотня криптовалют серьезных, их сейчас много, но тех криптовалют, на которые будут также делать большую ставку, как на биткоин. Значит, по сути, действующий уже на текущий момент биткоин, он не будет являться никакими уникальными качествами либо свойствами. Во-вторых, биткоин ничем не обеспечен, поэтому на текущий момент его курс определяется только спросом. Соответственно, стоит только спросу серьезно просесть, значит, также параллельно очень сильно просядет и стоимости биткоина. Следующий негативный нюанс, связанный с отсутствием безопасности. Действительно, высокие риски обмана, достаточно украсть доступ к кошельку, как вы лишитесь, собственно, всех биткоинтов, которые либо приобрели, либо смайнили сами. И восстановить свое право, собственно, на то, что он принадлежит вам, будет практически невозможно. Точнее, абсолютно невозможно. И, наверное, еще более негативный фактор, касательно биткоинтов, это нелегальность, это отсутствие контроля и, соответственно, анонимности в прохождении платежей. В буквальном смысле, за биткоины можно купить ядерную боеголовку, оружие массового поражения, либо 100 кг кокаина, и, собственно, отследить эти платежи будет практически невозможно. И вопрос, поэтому здесь важный, ключевой и приоритетнейший, связанный с узакониванием, соответственно, данного платежного средства, как вообще такового. Я думаю, что с этим будет очень много проблем, тем более, что, наверное, до сих пор неясна еще о спецификах функционирования этого актива. И прежде чем, если будет к нему, скажем, оприкован больше интереса, пройдет еще очень много времени. Для рискованных трейдеров может быть и следует сделать ставку на потенциальное усиление позиций биткоина. Но я все-таки отношусь к скептикам по этому вопросу и считаю то, что биткоин может еще неплохо просесть, прежде чем будут созданы условия для какого-либо потенциального стратегического либо тактического роста. Другой вопрос. Артем, хочу узнать прогноз по рублю на ближайшее время. Изменилась ли каким образом ваша позиция или у рубля впереди дальнейшая девальвация? Есть ли шанс на его укрепление или же после решения СФБ сохранение текущей ставки возможности не осталось? Я считаю то, что сейчас по-прежнему нужно следить за позицией черного золота, как я отмечаю и повторяю это в каждой брифинг. Если мы делаем ставку на ослабление позиции, разумеется, брента, нужно делать такую же девальвационную ставку и на рубль. Оснований для роста рубля сейчас нет абсолютно никаких. Единственное, что может поспособствовать возвращению пары USDRAP в район 55-50 рублей за доллар, это соответствующий рост позиции брента и черного золота в целом. Этого сейчас пока не происходит. На налоговый период мы также не делаем ставку, потому что за последние месяцы он зарекомендовал себя не с самой лучшей стороны. Поэтому сейчас можно продолжать делать прежнюю полномерную ставку касательно возможности движения пары USDRAP выше ближайшего сопротивления, которое значится в районе 70 рублей против доллара. Ну, собственно, это и есть наша стратегическая цель, мы пока от нее не отказываемся. Собственно, это все вопросы, которые поступили от вас за последнее время. Большое вам спасибо. Надеюсь, что я исчерпывающе ответил на большую часть из них. Разумеется, если появятся еще какие-то, вы знаете, где их оставлять. Мы продолжим, соответственно, линейку нашей конференции и будем освещать все интересующие вас темы уже в ходе следующего выпуска. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.